В этот же день председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетила лечебно-реабилитационный центр в Черкесске. Она ознакомилась с условиями пребывания и участников СПО. Здесь они могут пройти бесплатные курсы социально-психологической и медицинской реабилитации. О том, как прошла встреча в центре, расскажет Альбина Ламкова. В лечебном реабилитационном центре председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву, главный врач учреждения Борис Битимреза встретил с красивым букетом цветов. Затем все направились в корпус. Не заметить благоустроенную территорию, утопающую в цветах, невозможно. Для пациентов созданы условия, подобные санаторным. Они отдыхают и общаются после процедур. Зона для комфортного пребывания людей продумана с заботой о пациентах. Надо сказать, что в лечебно-реабилитационном центре восстанавливают здоровье все жители республики. Вначале корпус был открыт для реабилитации переболевших COVID-19. Каждому пациенту применяют комплексный подход, потому что это является одним из основных принципов реабилитации. Почувствовать результат можно через неделю. Очень много тренажеров хороших. Вы с каким диагнозом попали? После инсульта. Восстановились? Ну не полностью, но есть какие-то зреи. Я раньше ездил в этот, в Осетию как-то был. Но оттуда приехал, хвалил их. Ну там все есть у них, роботы и все. А когда уже здесь увидел, что у нас точно такие же. В центре осуществляют одну из задач филиала фонда «Защитники Отечества». Они содействуют в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации, санаторно-курортное лечение. В лечебно-реабилитационном центре бойцам созданы все условия. Для восстановления здоровья разработаны специальные программы. Опыт у врачей в реабилитации пациентов уже есть. В этом убедилась и Анна Цивилева. С приказом 788-Н по реабилитации занимаемся не менее трех часов в день. Вот, ну вот, двигательную такую терапию делаем. Ну, я думаю, больные довольны. Подождите, трех часов в день для каждого пациента? Да, практически. То есть вы, в общем-то, здесь постоянно физически? Ну, где-то вот здесь, потом на других аппаратах, там, массаж там и так далее. В общем, они вот, процедуры все, если в общем взять, в соответствии, вот так мы занимаемся. Вы чувствуете какие-то улучшения? Вы давно уже здесь находитесь? Я поступила с отбухшими ногами. После перелома, после травмы? Да, после операции. После операции. Анна Цивилева отметила, что в центре реабилитации есть все необходимое для восстановления бойцов. Все, что необходимо, все в России. Хотел сказать, что у вас ремонт, наверное, был недавно, да? Вы знаете, 10 лет там ремонта. Да вы что? Мы такие аккуратные. Да вы что? Потому что ощущение, что чистоты, ухоженности. Действительно, лечебно-реабилитационный центр представляет комплексную структуру. Он хорошо оснащен, имеет подготовленную базу и будет являться одной из площадок реабилитации для фонда, подытожила Анна Цивилева. Добавив, что врачи и медучреждения понимают перспективы возможностей для этих ребят, для того, чтобы активно войти в социальную жизнь. В общем-то, я вижу, что это настоящая база для того, чтобы ветераны специальной военной операции здесь проходили реабилитацию, восстанавливали утраченные функции. И это очень важно и востребовано. Сейчас разговаривали с руководителем данного центра и вопрос встает в том, что необходимо подготовить специалистов, именно реабилитологов. Потому что в прошлом, конечно же, таких специалистов, во-первых, их не было необходимости в таком количестве иметь, а во-вторых, их просто сейчас не существует на данный момент. Поэтому важно подготовить программы, обучающие реабилитологов, для того, чтобы они заходили и грамотно использовали то оборудование, те ресурсы, которые в данном реабилитационном центре уже имеются.